Вопросы у нас в повестке, они, в общем-то, касаются одного направления. Это вопросы формирования, поддержания и подтверждения компетентности работников, прежде всего, в области промышленной безопасности, ну и, безусловно, в смежных отраслях, которые относятся к компетенции Ростехнадзора. 20 тысяч специалистов ежегодно только в Москве проходят аттестацию в Ростехнадзоре. С какими вопросами и проблемами они сталкиваются, чтобы пройти проверку знаний и продолжить работу без рисков для жизни и штрафов для организации? Актуальные вопросы смогли задать напрямую сами работодатели на заседании секции номер один Научно-технического совета Ростехнадзора. Организовала встречу Ассоциация безопасности качества, которая объединяет более трех тысяч компаний из 85 регионов страны. Целый ряд очень интересных решений сегодня был нащупан. Прежде всего, конечно, понравилось, что есть в высокой степени готовности уже система общественно-профессиональной аккредитации тех организаций, которые осуществляют обучение в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в электроэнергетике. У нас правительством поставлены задачи, чтобы аттестация стала более быстрой, более удобной для заявителя, полностью переход от каких-то там бумажных вещей на цифровые. Более двух-трех тысяч организаций, по нашим оценкам, на сегодняшний день занимаются профессионально этими услугами. Огромное количество преподавательского состава есть в каждом вузе, в учебном заведении. И все они заинтересованы, качественно обучать специалистов, которые допускаются на работах на опасных производственных объектах в разных отраслях нашей промышленности. Я надеюсь, что сегодняшнее совещание и все вопросы, которые мы сегодня приняли, будут включены в резолюцию, будут переданы в научно-технический совет Ростехнадзора, в результате которого эти наши предложения будут приняты. Это даст возможность более серьезнее относиться к персоналу, к каждому предприятию, которое работает на опасных производственных объектах. Расширенные заседания научно-технического совета – это крайне важно и крайне нужно. И если с аттестацией по промышленной безопасности все более-менее понятно и четко сформулировано, есть какие-то небольшие нюансы, шероховатости, которые нужно только допилить, то, конечно, проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала – это сейчас страшная болевая точка. Люди ожидают экзамена по несколько месяцев, в зависимости от региона. Есть, конечно, регионы, где ситуация лучше, есть регионы, где ситуация хуже. И надеемся, что федеральная служба услышала нас и поможет объединениям работодателей, а в первую очередь самим работодателям решить эту проблему. В ближайший месяц у нас горячая пора. Мы думаем, как совершенствовать, что можем в рамках современных каких-то тенденций предложить людям. И как раз услышали то, что люди хотят. Возможно, мы это тоже, я надеюсь, в какой-то части мы, конечно, учтем замечания членов ассоциации. Конечно, тем более это будет письменно, да, там еще раз пройдемся. И надеюсь, что всем будет лучше. Мы являемся в данном случае заинтересованной стороной для того, чтобы просто рассказать, какие сложности, как это можно улучшить. И для этого нужны такие мероприятия, где мы можем, соответственно, поделиться мнением, предложить вариации. Да, может быть, они не все пройдут, но даже если хотя бы часть из них пройдет, это поможет стать нам лучше в будущем. Плюс, опять же, мы получили информацию о тех нововведениях, которые планируются в ближайшее время. Я извлекла с этого свою выгоду, можно так сказать, потому что услышала ответы на эти вопросы, которые я задавала, и вообще мероприятие мне понравилось. Представители свыше 70 организаций приехали поучаствовать в дискуссии. 500 участников присоединились к трансляции на платформе Курсон и смогли задать свои вопросы. Помимо независимой оценки квалификации и проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, эксперты обсудили и проверку подлинности протоколов единого портала тестирования. И такой живой диалог между предприятиями, организациями, нашими членами, между объединениями работодателей, с одной стороны, а с другой стороны представителей органов исполнительной власти, но он, безусловно, мало того, что эффективен, он полезен как бизнесу, так и власти, есть обратная связь, есть возможность регулирования законодательства, внесения туда изменений, поправок, его совершенствования. Ведь все мы хотим жить в безопасной стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова